Итак, всем добрый вечер, дорогие друзья! С вами Денис Чекун и это рубрика «10 минут с лидером». Сегодня, как вы видите, моя доска пустая, но ничего, она всё равно присутствует в каждом нашем выпуске. И сегодня, даже если она пустая, в этом нет ничего страшного, будет стоять как фон. Она ни в коем случае нас не покидает. И сегодня мы с вами поговорим, точнее, пофантазируем на тему «Как провести лет». Всегда, как только мы приходим в школу в сентябре, и начинается новый учебный год, там по литературе, по русскому, мы с вами пишем сочинения о том, как мы провели эти каникулы, эти три месяца. Уже по факту, да? Но сегодня мы с вами попробуем пофантазировать и составить небольшой план. Как бы мы хотели, чтобы это лето прошло, которое только настанет. Лето 2020 года. Я буду говорить о своём плане, как бы я хотела его видеть. Но вы, соответственно, составляете его на своём листочке. Итак, давайте же начинать. Первое, что я хотела бы видеть в своих каникулах, да, в этих трёх месяцах, это, конечно же, путешествия. По разным странам. Я была во многих странах, и из всех стран я бы хотела вернуться в Латвию. Я там была в 2015 году зимой. Было очень много снега. Я жил в Юрмале. И мы как-то раз поехали в Ригу на ярмарку. То есть, представьте, вечер. Очень темно. Себя окружает белоснежный, чистый, сверкающий снег. И ещё вокруг сверкают огоньки на площади. Идёт пар от Гинтвейна, чая. Это просто, ну, словами не передать. Это, правда, нужно видеть. Даже фотографии, вот если смотреть, ну, то там нужно просто побывать. На самом деле, это чем-то похоже на рождественскую ярмарку, которая проходит у нас на Красной площади. Поэтому я бы хотела поехать именно в Ригу, да, в это место, в летнее время. И посмотреть, как оно будет выглядеть летом. А ещё мы жили в Юрмале, и недалеко от нас был берег. Берег Балтийского моря. Все мы знаем, что зимой оно очень холодное. И когда мы даже там ходили, там были льдины большие. Был очень холодный ветер. Он очень сильно дул. И мы были в шагах, капюшонах. В общем, было очень холодно. И мне бы хотелось так же, чтобы побывать именно лето. Также я бы очень хотела посетить Германию. В этом году осенью, точнее, это в этом учебном, вот так лучше сказать. Осенью мы с учительницей немецкого Анны Сергеевны и с командой, которая нас собрала, поехали в Германию. И мы путешествовали по разным городам. Но почему я бы хотела туда ещё съездить? Во-первых, это прекрасная страна, и нам дали очень мало времени. То есть, понимаете, то, что мы должны были успеть побывать везде по программе. И в каждом городе мы не останавливались больше полтора часа. Больше полутора часа. Вот. И поэтому я хочу съездить туда отдельно и посетить все эти города ещё раз, посетить все эти новые города, чтобы успеть закупиться сувенирными подарками для родных, близких побольше, да, чем я привёз в этот раз. И также посмотреть много новых мест, достопримечательностей, которые я ещё не видел. Потому что времени было мало. И это вот если, да, смотреть из тех стран, в которых я уже был. Также я очень бы хотела посетить Испанию. Эту прекрасную страну. Это просто моя мечта. Хочется увидеть, чем она богата, чем она славится, можно так сказать. Что там интересного, да, и какая у них изюминка, да, в этой стране. Очень хочется посмотреть на настоящих испанцев, которые говорят на своём красивом языке. Он мне очень нравится. Он такой, знаете, эмоциональный, красивый, что у меня на самом деле прям мурашки. И очень хочется именно увидеть настоящего испанца, который о чём-то будет рассказывать. Правда, в этом году я начала, кстати, изучать испанский язык. Но если я поеду в Испанию, прям какой-то большой диалог с испанцем я вести пока что не смогу. Но я очень хочу изучить этот язык хорошо и хорошо, свободно на нём разговаривать. Повторяюсь, он мне очень-очень нравится. Ну вот, это такой, знаете, первый пункт, можно сказать, моего прекрасного лета, да, моих фантазиях. Это, конечно же, путешествия. Второй пункт — это игры. Ну, вы можете гулять с друзьями, но иногда это часто надоедает. И всегда под рукой у вас должны быть игры. Конечно, не только с друзьями, так же вечером, в кругу семьи вы можете сыграть в разные настольные игры. То есть это могут быть такие популярные игры, как Уна, да, всем известная Монополия, Табу, Твистер. Ну, их миллион на самом деле. И найдётся игра на ваш вкус. Это естественно. Что ещё? Третье. Хочется отметить, что если вдруг вам становится скучно, то я уверен, что у каждого есть, например, самокаты, гироскутеры, что ещё, ролики, скейтборды. Ну, просто выйдите, покатайтесь, да, отвлекитесь от игр, от общения, если вам, да, уже наскучило. Просто покатайтесь, уедите своими мыслями, отдохните. Всё-таки три месяца отдыха вам дали после учебного года, чтобы отдохнуть. Позагорать на солнышке, к примеру, да, и ни о чём не думать. Просто расслабиться. Идём дальше. Что бы я хотела вам ещё посоветовать? Это, конечно же, фильмы и сериалы. Очень многие, я знаю, что составляют прям список сериалов, фильмов, которые хотели бы посмотреть. Но зачастую во время года вы просто не успеваете их смотреть, да. Даже вот, беру пример, например, я. Очень много фильмов, которые я бы хотела посмотреть, но, к сожалению, не успела из-за того, что очень много уроков, каких-то других дел, да, домашних дел также. И поэтому вы можете перед летом составить себе списочек сериальчиков или фильмецов. И уже на протяжении лета отдыхать, расслабляться и смотреть. И, кстати, вместе с друзьями и с близкими по вечерам. Тоже очень хорошая идея, мысль. Что же ещё можно? Конечно же, если у вас вдруг не получится выбраться, да, на море или что-нибудь такое, бывают разные причины, Я уверен, что если вы там где-нибудь в деревне, на даче, у вас будет речка, обязательно с друзьями, без друзей, как хотите, с родителями, с близкими. Ну, покупайтесь, расслабьтесь всё-таки, три месяца вам дали отдохнуть. И не расстраивайтесь, что вот у вас не получилось выехать, да, там, на море. Найдите где-нибудь поблизости какой-нибудь карьер, речку и съездите туда всей семьёй. Возьмите мечи надувные, какие-нибудь игрушки, пистолеты водяные. Будет, я уверен, очень-очень весело. Ну, это всё мои мечты, как бы я хотела провести лето. Но мне будет всё сводиться ко мне дому. То, что в итоге я буду на даче помогать бабушке, сажать, копать в грядке, копать картошку. Конечно же, я буду гулять с друзьями, делать шашлыки, купаться в речке, в карьере, веселиться, играть в настольные игры. Это всё, конечно, я буду так же смотреть фильмы. Вот. Только, к сожалению, навряд ли у меня будет путешествий, навряд ли у меня будут какие-то поездки в другие страны, но ничего. Всё равно лето, я уверен, проведу продуктивно, с пользой, интересно. И главное то, что я расслаблюсь. Вот. После такого насыщенного, продуктивного учебного года. Вот. На этом всё, дорогие друзья. Я надеюсь, вы составили свой план того, как вы проведёте лето, которое у нас столько будет, поэтому я вас хочу обрадовать. Оно уже совсем скоро. Вот. Осталось совсем чуть-чуть, и мы с вами отдохнём. Вот. Я желаю вам всем хорошего вечера, вообще хорошей недели. Удачи, берегите себя и своих близких. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!